Всем привет! За окном 10 февраля. До весны остается совсем немного времени, и чтобы скрасить ваши ожидания тепла и солнца, мы приготовили для вас новый номер газеты «Одинцовская неделя». Давайте вместе его полистаем. На первой полосе номера «Одинцовский роддом», который получил новое современное оборудование. Почему будущие мамы предпочитают рожать именно здесь? Главная тема выпуска. Мы осветили ее на странице 9. Президент России Владимир Путин вручил премии молодым ученым в области науки и инноваций за 2022 год и побеседовал с лауреатами. Об этом событии на второй странице. На завещании губернатора обсудили всероссийскую перепись. Население Подмосковья увеличилось более чем на полтора миллиона человек. О приросте населения и не только вы сможете прочитать на странице 3. Более 300 единиц медтехники закупят в этом году для лечения детей. Незарегистрированные дома могут снести, а бездомных собак начнут ловить с помощью искусственного интеллекта. Эти и другие новости Подмосковья ждут вас на страницах 4 и 5. Система реагирования на обращения граждан должна работать как часы. О чем еще говорили на еженедельной планерке главы округа Андрея Иванова, узнайте на страницах 6 и 7. На этой неделе глава муниципалитета посетил Часовское территориальное управление. О ремонте переезда, социальной газификации и новой жизни Дома культуры читайте на страницах 8 и 9. На 100-м году жизни от нас ушла Надежда Васильевна Пономаренко, жительница поселка Внеисок. С историей жизни героини Великой Отечественной войны вы сможете ознакомиться на странице 10. После реставрации в Захарово открылся Дом Музея Великого Классика. Пушкин провел здесь свои детские годы и даже написал первые стихотворения. Подробности на странице 11. В феврале нас ждут сразу две романтические даты. 14-е – День всех влюбленных. И 23-е – Благоприятнейший день для создания семьи. О современных свадебных трендах и красивых датах для бракосочетания в этом году читайте на странице 12. Как обезопасить себя от вирусных и инфекционных заболеваний мы расскажем вам на странице 13. На странице 14 наш корреспондент поделилась с читателями впечатлениями от отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах. А на странице 15 вас ждет новый герой подкаста «Сами мы не местные». Актер театра и кино Ярослав Жалнин рассказал, как готовился к роли Юрия Гагарина. На странице 16 – рубрика в диалоге. И в центре ее внимания – восстановление выдачи загранпаспортов нового образца. Далее читайте мысли вслух от нашего постоянного автора и изучайте рубрику «Закон и порядок». На странице 19 – актуальные вакансии. Далее – телепрограмма. Не забывайте смотреть на ОТВ ПРО «Утро» и свежий выпуск новостей в 20.00. Также решайте сканворд, а если не знаете, как провести выходные – изучайте афишу. Читайте каждую неделю и ищите нашу газету на фирменных стойках, а электронную версию – на сайте.